Привет адепты компьютерных игр, как нам всем известно, еще с древних времен человечество боролось за выживание, добывать пищу и воду, развести костер и найти безопасное место для ночлега, основы, которые в наше время сделать проще простого. Но нашу природу не обманешь, оттого и хочется испытать себя на прочность. И сделать это поможет мое видео о 10 играх про выживание с открытым и безжалостным миром. Miss Survival, достаточно жуткий, но в то же время очень интересный игровой проект, который отправляет тебя в опасный мир, который от недавнего времени терпит последствия апокалипсиса. История скажет тебе о существовании жуткого вируса, который стал распространяться по всей планете, унося жизни миллионов людей, превращая их в коварных и беспощадных зомби. Тебе и еще нескольким так называемым счастливчикам удалось найти вакцину, и теперь они не поддаются вирусным атакам. Но не все так просто, ведь вам предстоит бороться за жизнь любыми доступными способами, уничтожая врагов и справляясь с многочисленными испытаниями на пути. Отправляйтесь на исследование окружающей тебя территории, на которой ты сможешь раздобыть припасы, пищу, воду, а также отыскать максимально безопасное место для укрытия. Твоими врагами станут различные неожиданные сюрпризы дикой природы, жуткие враги в виде других выживших, а также зараженных, способные в два счета расправиться с тобой. Ты можешь всячески развивать свой лагерь, добавляя туда также и тех, кому все же удалось избавиться от недуга. Чем больше будет людей, тем больше будет шансов выжить, но при этом необходимо правильно распределять друг между другом обязанности. Дневное время суток безопасно, оно-то и отведено на поиски еды и обеспечением себя всем необходимым для комфортной и безопасной жизни. Темное время суток приводит с собой ужас, ведь мертвецы выходят на улицы в поисках очередной наживы. Threadnought Deep – игра на тему выживания в открытом, постоянно меняющемся мире. Здесь тебе предстоит отправиться на остров, где ты будешь проживать свои дни, каждую минуту, опасаясь за жизнь. Окружающая среда – это твой главный враг. Будь ты голоден, в состоянии жажды, мокрый, либо пораженный – все это последствия дикой природы, которая совсем к тебе не добродушна. Здесь тебе необходимо создать безопасное убежище, которое выстоит при разных природных катаклизмах. Здесь происходит не только постоянная смена погодных условий, но и смена дня и ночи, которые также подготовили для парочку не совсем приятных сюрпризов. Физика и графика здесь разработаны на высшем уровне, что отлично дополняет крутую атмосферу игры. Ты должен пойти на исследование мира, взяв с собой оружие. Занимайся рыбалкой и охотой, чтобы добыть себе еду. Но не забывай, что на острове много опасностей, в том числе и дикие животные. ARK Survival Evil – мультиплеерный проект на тему выживания в опасном мире, где твоими соперниками будут не только дикие животные и природные условия, но и другие игроки. Ты отправишься на огромный остров, который необходимо тщательно исследовать, найти полезные предметы и построить максимально безопасное убежище. Здесь ты можешь сплотиться в команду с другими игроками, а затем распределить обязанности, так как справляться с трудностями будет намного проще. Броди в поисках воды и пищи, а также старайся найти всё необходимое, чтобы обеспечить себе максимально комфортную жизнь. Вокруг тебя бродят другие выжившие, которые то и дело захотят отобрать у тебя твою добычу. Будь внимателен и создай мощное оружие, чтобы расправиться с толпой соперников. Постоянно следи за своей экипировкой и состоянием здоровья. Борись с другими племенами, а также защищайся от нападения огромных динозавров, которых также будет возможность приручить, если ты будешь действовать правильно. DayZ – нашумевший проект на тему выживания в постапокалиптическом мире, который просто кишит толпами кровожадных ходячих мертвецов. Игра рассчитана на онлайн прохождение, а это говорит о том, что твоими врагами будут не только лишь зомби, но и другие выжившие, которые пойдут на всё ради добычи и собственной выгоды. Для начала займись созданием собственного персонажа, который изначально будет обладать определенными как внешними, так и внутренними характеристиками. Боезапас будет значительно ограничен, что сразу усложняет действия и борьбу с монстрами. Есть возможность создания собственного лагеря, куда ты сможешь позвать своих друзей и вместе отправиться в опасное путешествие. Не забывай, что на территории необходимо находить припасы в виде пищи и воды, а также не забывать защищать укрытия. Conan Exiles. Набирающая популярность игра, которая поражает своими масштабами и многофункциональностью. Здесь тебе предоставляется возможность игры в одиночном и многопользовательском режимах. Тебя ждет огромный открытый мир, где ты будешь играть за главного героя, который был прозван Кононом Варваром. Исследуй мир на наличие полезных предметов. Сражайся со злодеями, находи припасы и отправляйся за добычей, чтобы обеспечить себе пропитание. Не забывай выстраивать безопасное убежище, ведь кроме соперников, твоими врагами будет постоянно меняющаяся погода. Ты будешь находиться в состоянии постоянной борьбы за выживание и место под солнцем. Дикие звери будут повсюду блуждать в поисках добычи, но ты должен сделать все так, чтобы они стали твоим ужином, а не ты их. Окружающая среда таит в себе множество опасностей, поэтому будь внимательным и совершай каждое действие обдуманно. Создавай собственное королевство, непобедимое и могущественное. Forest 2. Игра представлена в жанре хоррора, где все действия происходят с видом от первого лица. Мы отправляемся на один из островов, расположенных на просторах Тихого океана. Это место скрывает в себе череду мрачных тайн, раскрыть которые намеревается наш главный герой. Исполни роль исследователя, который становится частью довольно опасного путешествия и постарается выжить, проходя сквозь преграды и опасности. Игра наделена держащей в напряжении атмосферой, а поэтому скучать у тебя точно не будет времени. Остров был некогда предназначен для некой тайной организации, которая ставила различные эксперименты и опыты. Все эти действия привели к ужасающим последствиям, порадив жутких коварных монстров. Теперь тебе предстоит узнать, что же все-таки произошло на самом деле, ответить на важные вопросы и не распрощаться с жизнью. Графическое исполнение игры порадует реалистичностью, крутыми визуальными эффектами и звуковым сопровождением, которое еще больше дополняет и без того пугающую атмосферу. Don't Stuff – это замечательный проект, которому удается сочетать захватывающие приключения и полные опасности симуляторы с разнообразными головоломками. Вам предстоит играть за ученого по имени Уилсон, очень известного в своем кругу. Таинственные события привели к тому, что он оказался в плену у коварного демона. Теперь вам предстоит найти способ вырваться из лап монстра и вернуться в свой мир. Исследуйте окружающие вас места в поисках ценных артефактов или предметов, которые удовлетворят ваши собственные потребности. Как бы вы не проходили дальше, только от вас зависит принятие наилучших решений, ведь путей к свободе бесчисленное множество. Вы столкнетесь с разнообразными головоломками и испытаниями, которые приблизят вас на шаг к свободе. Преодолейте препятствия и двигайтесь вперед, несмотря на ярусное сопротивление ваших главных демонов-последователей. Выполняйте опасные задания и будьте начеку, ведь враги таятся за каждым углом. Используйте свое воображение и изобретательность, чтобы найти способ не только выжить в этих условиях, но и вернуться домой. РАВС Популярная игра на тему выживания в жестких условиях окружающей среды. Здесь тебе предстоит оказаться на маленьком плоту посреди огромного бескрайнего океана. Все, что у тебя есть из подручных средств, это крюк, в котором ты вынужден вылавливать необходимые для жизни предметы, которые будут попадаться тебе по ходу следования плота. Из различного мусора ты можешь построить самый настоящий плавучий город, где также сможешь посадить растения и выживать с помощью созданных предметов. Из всего, что ты словишь, создай защищенное жилище, а также не забывай снабдить себя всем необходимым, хотя бы для минимального комфорта. Постепенно ты создаешь город мечты, где будет расти даже пальма. Отправляйся в невероятное, но очень опасное путешествие, где ты будешь справляться с огромным количеством проблем и препятствий, но в итоге выйдешь из своей ситуации победителем. 7 Days Today – игра, которая перенесет тебя в недалекое будущее, где тебе предстоит сражаться за свою жизнь. Действие происходит в 2034 году, но в принципе недолго осталось. В этот период землю охватила жестокая ядерная война, которая понесла за собой тысячи жертв. Все, кто выжил, вынуждены превратиться в зомби по истечению 7 дней. Когда уже все человечество опустило руки, не в силах справляться с ужасным вирусом, появляешься ты в лице главного героя, который остался единственным выжившим, которого еще не посетила жуткая болезнь. Теперь тебе предстоит сделать все возможное, чтобы защитить себя от вируса и разобраться, что к чему. Твоя основная задача заключается в том, чтобы найти противоядие ужасному вирусу, окутавшему всю планету. Игра разработана в стиле песочности с элементами хоррора, поэтому скучать тебе точно не придется. Броди по локациям в поисках предметов, которые помогут тебе выжить. А также не забудь, как следует вооружиться, так как на твоем пути будет встречаться немало врагов. У тебя есть только 7 дней, не забывай об этом. Крафтопия. Увлекательная экшен-адвенчура, которая отправляет нас в огромный открытый мир, сталкиваясь со всевозможными испытаниями и интересными событиями. Отправляйся на исследования окружающих территорий, изучай каждую потайную локацию, собирай все возможные полезные ресурсы, а также займись созданием предметов. У тебя появится возможность строительства, а также крафтинга всего необходимого, что поможет достичь той или иной цели. Стоит обратить внимание на развитие своих профессиональных навыков, так как они станут верными помощниками в преодолении препятствий. Позаботься об апгрейде своего боевого арсенала, ведь враг не дремлет и готов в любой момент совершить нападение. Соперников будет масса и к каждому из видов требуется найти индивидуальный подход, что сделать будет не так-то просто, без должного уровня навыков. Прояви смекалку и тактические навыки, проходи испытания и истребляй всех, кто посмеет стать тебя на пути. Графика хорошо исполнена, а общую атмосферу здорово дополнит звуковое сопровождение. На этом пока всё, но в будущем я планирую расширить плейлист с играми про выживание. А вы можете помочь мне в поиске подходящих игр, оставив в комментариях свои идеи для пополнения подборки. Также не забудьте про лайк и подписку. Спасибо за просмотр и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok